Приветствую вас, я могу ответить вам на ваш вопрос, вот, правда я не уверен, что мой ответ вам понравится, потому что, скорее всего, вы ждёте какого-то другого ответа, впрочем, что-то мне подсказывает, что вы и сами этот ответ знаете, только знаете вы его немножко, ну, скажем так, не с той стороны, вы знаете, его немножко не с того угла, вот, а с того угла посмотреть вы не можете, ну, в силу, в силу ряда плечей, вот, значит, значит, то, что происходит, вот, то, что, ну, с вами происходит, да, означает, по факту, что вы, именно вы, в людей, в себе не уверены, то, что происходит, Теперь по факту означает, что вы в себе сомневаетесь, ну вот, именно вы в себе сомневаетесь, что вы в себе не уверены, что вы боитесь, может быть, своего мужчину потерять, вот. То есть это по сути означает, что вы через данную ситуацию скрываете свои проблемы, которые есть у вас. Потому что вас это волнует, то, как он себя ведет. Вас это беспокоит, то, как он себя ведет. Но что вы можете сделать в этой ситуации? Согласитесь, что в этой ситуации вы не можете сделать ничего. То есть вы не можете, например, человека заставить вести себя как-то по-другому. Да, вы не можете человека заставить этого не делать, то, что он делает. Вы, конечно, конечно, можете у него спросить, можете у него спросить, почему он ведет себя именно так, а не наш. Но у него самого, то есть у самого человека есть право выбора отвечать вам или нет. У человека есть право вам не отвечать на то, что вы его спрашиваете, потому что это его личная жизнь. То есть он может вам не ответить, он может вам вообще ничего не сказать, вот. И как вы, наверное, сами понимаете, что вашу проблему это не решит. То есть вы не сможете решить таким образом свою проблему, проблему своих, например, переживаний. Вы не сможете таким образом решить проблему своей неуверенности в себе, что у вас есть сейчас. Сейчас. Вот. Поэтому я вам задам вопрос, да, вот, такого, такого плана я вам задам вопрос. Вот скажите мне, пожалуйста, вы зачем с молодым человеком начали встречаться? То есть для чего вы с ним встречаетесь? Чтобы что? Какая у этого цель, что вы с ним встречаетесь, что вы с ним начали отношения? То есть вы это сделали для себя, то есть если вы это сделали для себя, то начали встречаться с ним, чтобы получить что-то для себя. Это одно. В таком случае получается, что мужчина просто не соответствует вашим представлениям о том, но не соответствует вашим ожиданиям. Если вы стали встречаться для него, но чтобы его сделать счастливым, чтобы его порадовать, потому что вам захотелось его порадовать, вам захотелось его, его, так сказать, ну сделать его жизнь лучше, скажем так. Вот, если вы это сделали для него, то ваша, опять же, реакция, да, ваше, ваше поведение мне не совсем истинул. Потому что в таком случае вам нужно было бы просто принимать его такую позицию, тем более, что встречаетесь вы, как я понял недавно. Вот, ну встречаться вы начали недавно, как я понял, и вы сразу начинаете чего-то требовать от своего мужчины, если я верно понял вас. Ну, я не думаю, что через такую позицию и через такой подход вы сможете чего-то добиться. потому что скорее всего, скорее всего, человек будет вас отдалять от себя, скорее всего, человек будет вас от себя. Скорее всего, человек будет защищаться. Вот. Ну, потому что ему не понравится то, что вы делаете. Вот. Никому бы не понравилось. Поэтому, если вы хотите отношения ваши сохранить с ним, то я вам очень рекомендую принять его таким, каким он есть сейчас. Вот. Задать ему, может быть, некоторые вопросы относительно того, почему, ну, почему ты сбрасываешь в телефон, там, и так далее. Да? Но принять любой его ответ, вот, абсолютно любой, любой его ответ принять нужно вам. Вот. Какой бы это, какой бы это ответ ни был. Вот. И, соответственно, жить дальше. Вот. Если вы его любите. Если у вас есть к нему чувства. Вот. Если чувств нет, то тогда нам... Да. Тогда не обязательно так себя вести. Вот. Тогда вы можете от него требовать что-то. Вот. Но в таком-таком случае имейте в виду, что человек будет от вас отдалять. Я это говорю просто, ну, чтобы вы знали. Вот. Потому что, еще раз повторяю. Никому не понравится, когда на него давать. Вот. Особенно, если это давление происходит, вот, м-м-м-м. Сразу, ну, сразу после начала отношений. То есть, человек сразу думает, так, а... Может, может, я поспешил? Может, мне... Не надо было в отношениях, чтобы... Может быть, я... Рано это сделал. Вот. То есть, тут как бы вот такая вот история. И, соответственно, если вы этого не хотите... Если вам этого не хочется... Вот. Если вам не хочется человека потерять... То я рекомендую вести себя осторожно. Ну, а... Ваша ревность... Ваша неуверенность... В себе... В себе... В себе... Вот. Если... Если... Здесь. Так... В себе. И... Нет. В себе... Вот. competition решает. То есть, в draggedgod. Если... Они... Имеют... Место, имеет место быть... Вот. Это нравится в отдельной... В отдельной пролаботке. В отдельной пролаботке. То есть, это.. Эээээ... Потому что... С... c.. С... Сож... Можно сказать... В... Вас это может... Ну, скажем так, сместиться с ума. ВСЕАЦИТ issue с ума. В RuSHnet Dinge с ума не может immense Ahí суть. Собяние ц Neumatria с помощью. Все, естественники не нужно будет связаться с до мира. разрушила не одни отношения, вот, и мне бы не хотелось, чтобы ваши отношения стали теми, что разрушила ревность. Также мне не совсем понятно, вот, мне не совсем понятно, почему, почему, почему вы приложили фотографии, вот, то есть мы психологи, да, нам фотографии, в принципе, не нужны для работы, мы выясняем историю, истории отношений, мы выясняем, выясняем, как правило, в личной работе, вот, но исходя из того, что вы написали, исходя из того, что я увидел, вот, я вижу, что вы склонны тревожиться, я вижу, что у вас есть неуверенность в себе, я вижу, что вы можете, можете иметь навязчивые мысли, вот, и, собственно, вы, да, ну, вы склонны к стеркам, вот, то есть можете, можете вы плакать, вот, можете вы как-то вот вести себя, ну, так вот, негативно, вот, если я прав, то с этим нужно работать, если я прав, вот, если я хотя бы в одном, в чем-то прав, то с этим нужно работать, потому что, ну, довольно тревожный факт, довольно тревожный факт, этот факт, что вы, вот, может быть, ну, что вы склонны к стеркам, может быть, вот так, в принципе, я могу сказать, право, что касается мужчины, то здесь история немножко другая, человек, вот, именно, именно ваш, ваш молодой человек, он склонен к тому, чтобы скрывать, да, то есть это человек, который склонен к скрытности, вот, к сожалению, вот, и это человек, который не принимает до конца себя, не принимает до конца свои какие-то желания, не принимает до конца свои чувства, вот, и опять же, опять же, опять же, да, если, если я прав, и это действительно так, что вам с ним будет, ну, нелегко, в плане того, что он будет скрывать какие-то вещи, вот, будет пытаться какие-то вещи, скрыть от вас, будет пытаться какие-то вещи, а, представить, а, ну, там, по другим углам, по другим ракурсам, вот, и он будет вас убеждать, а, скорее всего, в том, что все нормально, вот, что все, все хорошо, да, что, как бы, ничего, ничего не произошло, вот, что все в порядке, и так далее, вот, вот, если это вот вас не пугает, такая перспектива, что, ну, опять же, оставайтесь с мужчиной, да, будьте с ним, я думаю, что, если у него есть положительные стороны, которые могут перевесить подобное, что, ну, находите с ним вместе, рядом, вот, я думаю, так, на этом все, в принципе, вроде бы все я рассказал, вроде бы все я озвучил, то, что можно озвучить, вот, с точки зрения психологии именно, вот, теперь дело за вами, если вы видите, если вы согласитесь с тем, что у вас есть проблемы, что у вас есть сложности, что у вас есть трудности какие-то, то, что вам нужна помощь, то, что вы сами не справляетесь, вот, то обращайтесь за помощью, мы вам поможем, вот, сделаем вас более уверены в себе, вот, раскроем вашу ревность, то есть, что стоит за ревностью раскроем, поможем увидеть, вот, и так далее, с этом, ну, с этом можно сделать, вот, главное, чтобы у вас было желание работать, главное, чтобы у вас было желание работать над собой, вот, и все, все. Вот так, я вам желаю удачи, я хотел бы, чтобы у вас все было хорошо, значит, если у вас остались дополнительные вопросы ко мне, которые бы вы хотели мне задать, задавайте, спрашивайте, я вам, значит, с радостью помогу ответить, если вам понравился мой ответ, я буду благодарен, если вы его сделаете лучшим, да, ну, потому что и остался, чтобы вам отвечать. А помните, что успешное разрешение ситуации зависит не только от вас, но еще и от человека, то есть, от мужчины, вот, поэтому данный аспект тоже желательно учитывать, ибо все в наших силах, вот, не берите на себя слишком много, но берите ответственность за то, что касается лично вас. Всего вам самого доброго и удачи!